Во-первых, четыре мафии, один образень, шериф, мирные жители и комиссар. Комиссар? Комиссар, немножко правила я модернизировал, мы решили попробовать. Большинству понравилось, кто играли, я думаю, сейчас зайдет. Я сам придумал эту тему, думаю, достаточно хорошую. По сравнению с обычным комиссаром, который проверяет каждую ночь, у нас этого не будет читерства. Комиссар просыпается в первую ночь, в нулевой круг, когда все только знакомятся. Просыпается он последним и указывает мне на двоих игроков по очереди. Я озвучиваю вслух роли этих игроков, все, соответственно, это слышат. Комиссар знает, кого он указал, он знает роль двух игроков. После этого комиссар больше не просыпается, играет как обычный мирный житель, у него преимущество в том, что он знает роли двух игроков. Назваться комиссаром может каждый, вскрыть свою карту комиссар не имеет права. Только после смерти будет понятно, что он действительно не врал. Ну, если он, да. Ну, вот комиссар умирает, ты его оставляешь в последнее шоу, как-то неправильно? Да. Если нет шеи, ты не хочешь, ты не хочешь. Без разницы. Ты обозначаешь, как роль? Что именно роль? Я говорю, что мирный житель, шериф, мафия, оборотень, все вот прям, да. Как же ты затрясусь, наверное. Короче, вот, соответственно, комиссар старается попасть на мафию, потому что мафия пятеро, помочь этим шерифу. Соответственно, все сильные игроки понимают, если вдруг вы в мафии, и кто-то вас там обозначает, какой-то комиссар вас обозначает мафией, то вы можете в ответ сказать, что вы комиссар обозначите его мафию, чтобы шерифы будут... Ну, я не буду всем объяснять, да, каждый сам для себя решает, когда и что ему нужно брать, когда не нужно брать. С комиссаром всех все понятно, я надеюсь. Двух человек указывает по очереди, я называю, соответственно, по очереди роли этих игроков в игре. Сейчас, одну секундочку, ребят, я запишу список. Сейчас, вообще, нужно... Ну, как-то уже как-то получилось. Уже мафия? Да, да, да. Заладущество. Так, Леша пересил, сейчас пересил, Миша пересил. Город засыпает. Засыпается мафия. Одну секунду. Одну секунду. Всех записываю. Оборотень. Осторожно, поднимайте руку вверх. Мафия заметила оборотня. Оборотень опускает руку осторожненько. Мафия закрывает глаза. Высыпается шериф. Высыпается шериф. Шериф. Шериф засыпает. Высыпается комиссат. Это мафия. Это мафия. Комиссар показывает здорово. Это мерный. Комиссар засыпает. Просыпается город. А, отлично У мафии очко сжалуют Есть желающие открыть стол? Да Никто не хочет перебить это Давайте подродим Все, ладно Дебаты давайте оставим Айгуль открыть стол по часовой Здравствуйте, меня зовут Айгуль Я мирный Очень рада, что у нас уже выездил Мафия Хотя бы одна Я просто искренне надеюсь, что эту игру Задачит мирная Потому что, блин, это хорошо, что выиграли Темные тогда Но все для интереса Но давайте эту игру выиграем Пожалуйста, соберитесь мирной Потому что в прошлый раз, как я назначала Темный, но красные игроки Меня не послушают, возможно, не хватает силу убеждения Спасибо, по словам Айгуль у меня всегда Ставим мирный игрок на Адольвом круге Она всегда есть хорошая речь Я в этой игре являюсь мирным жителем Поэтому тоже желаю нам Активной победы мирным жителям Тем более у нас есть комиссар Который уже нам бросил задачу анимательную Я думаю, все будет хорошо Активной победы Женя Короче, добрый вечер Меня зовут Евгений Я мирный игрок Удачи мирным Все Что-то было Что-то было вообще Я либо вы понимаете, что сейчас вы оказываетесь Той человек на карте, о которой проверили Просто не хотите говорить свою речь Либо я не знаю, Аксан Ты в принципе всегда говоришь речь Если ты даже говоришь не очень много, так что-то договоришь Рома пока Ладно Я опять мирная жизнь Сегодня мне не суждено Пыграть никакой от сильника Ты во иммуны И тому подобное Как у нас Вот один человек По речам Пока могу приписать Я игру вставить Ну, как бы Свою всякую команду Ребята Оксана, извини Похоже, не сдавалась В общем Леша Короче Я Хотел сказать Офианельную речь Извини за выражение Но Что первое? Походу Это, короче, и получится Делать Катя Я Не буду меня отставить в команде Честно с вами Потому что По Реакции на карту Она мне кажется Черным игроком Оксана, мне Не Понятен твой пас На самом деле Присоединюсь полностью Протетирую слова Кати Потому что Хоть Хоть какую-то речь Но Ты скажешь Рома, твой пас тем более не Ясен Какая Детективная светлая карта Ты Скажешь такую речь А хоть Мирный житель То же самое А сейчас Пас Следовательно Ты тоже Черный игрок Обозначаю себя комиссаром Одну мафию я знаю И Кто рискнет проверить Меня Вру я или нет Вскрывайте меня днем Говорю кто мафия Все За Все за Спасибо Пас Добрый вечер город Меня зовут Алексей Я мирный игрок Открытие стола В принципе Так же мне понравилось Непонятны ваши позиции Вить Ты как-то тоже мало поговорил На самом деле Хотелось бы послушать Остальных Спасибо Очень Здравствуйте 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 Андрей Патруль с Салами Все понравилось Пока что Айгульс У меня в всей команде Паттайя Пока что был Не могу сказать Биллионный торт пока стежный Два паса не непонятны Буду присматривать Конечно Но это ощущение не значит Просто Потому что мне надоело играть За мяу Вот Поиграю К Кате Каманчик Вот Ну и пока естественно Поиграю тоже Как он обозначил себя Как комиссар Вот Пока и другой комиссар не найдет Если он такой есть Все Всем привет Борт Наверное Жить Наконец В Кайк Буде не могу пока прикопаться Я даже склонна тебе пока доверять Согласна с тем Что нам надо выиграть эту игру За мир В общем Насчет Тая тоже не могу сказать Оксана скорее всего Мафия И И Не хочет за нее играть Поэтому пасует Вот Ну это пока мои предложения Еще Рома я не знаю Мне кажется ты сдался Насчет того что ты так доверял Бобе И Ты разочаровался Ну Вот Пока я хочу Поиграть с Сайгуль Катя Леша И Андрей Спасибо пас Вова Всем еще раз Здрасте Это если учесть что в прошлую Позапрошлую я играл за мирных мы выиграли В прошлую за мафию мы выиграли То сейчас я играю за мирных и мирные должны выиграть Ребят Вот Ваши пасы Я думаю там сидят две черные карты Я соглашусь с Катей По одной простой причине Потому что Оксана на самом деле Это очень подходит Знаешь да Это слово сдалось Реально просто факт Рома Будучи мирным жителем две игры Ты Говорил речь Сейчас ты просто пасуешь Когда комиссар нашел мафию Однозначно С Айгуль С Та я пока не буду играть Пока что не буду рисковать Аграя Потому что Ну красная речь Обычно стандартная По открытию стола Ничего особенного Собственно говоря Я играю пока что с Катей И Пока что Потому что ты тоже могла бы Своих сквозь Которые в принципе палятся Вот И собственно говоря С Юлей я тоже играть не буду Поиграю даже с Лешей Больше чем с Юлей Потому что Юля мне кажется Сейчас намного темнее Чем Кругу еще за этим столом Но не считая вот этих двоих ребят Все спасибо пасы Здравствуйте По поводу Тайгуль Ну ничего пока что не скажу По поводу Тай Скорее всего Темный игрок Пока это ничем не обосновлено Но По интуиции Собственно Определенно два мига Тёмных игроков У нас есть особо Бухой Алексей Просите Да погромче Если что Против Жени тоже Ничего Пока что не скажу Поиграю С Катей Ну Доверюсь конечно же Алексеев Но тем не менее Пожалуйста Если ты все-таки комиссар Скажи эту мафию Пусть будет полегче И все А ну и все Пожалуйста Ну Опять же В хронологическом порядке Пасы Оксаны И Ромы Выглядят Если Неподозрительно То Удивительно Вот Далее По Алексею Очень бы хотелось Чтобы Во-первых Это был настоящий комиссар Во-вторых Других у нас комиссаров Не возникало Бы Вот Значит Дальше Очень Не то Чтобы Смутило Не то Чтобы Заставило себя Подозревать Юля Во время Вот Предыдущих речей Там Тиранила пальцы Вертела в руках резинку Это продолжает наделать до сих пор Хотя Справедливости ради Справедливости ради Надо отметить Что она это сделала И в предыдущих партиях Когда была Мир Вот Володя Точно так же Тиральный телефон Как и раньше В предыдущих партиях Вот Ни на кого Из Выше Перечисленных Мою игроков Какие-либо Я вешать Не хочу Просто хочу И для себя И для других Спасибо Юля Ну Я думаю Что надо сначала Оксану Короче Сейчас мы будем голосовать Оксану Он еще убивает Шериф Короче Робл Да Что понятно вроде Без повниматель Скорее всего И Миша Нет у меня резинки Ты где резинку Кто увидел? Ааа Ты вообще не помнила Классно И все Все Антон Ну я бы хотел Отметить то же самое Что отметили уже Все другие Как бы В этой игре я мирный И я хочу чтобы Мирный уже выиграли Потому что блин Я играл уже две игры Я ни разу не остался Не заработал Даже одного очка Давайте как-нибудь Выиграем Хотя бы Чтобы у меня хотя бы Школа ты была Школа Вот На счет голосования Я не знаю Но пока Самые явные Как бы Являются для меня Либо Оксана Либо Рома Вот Ну на этом все Можно я начну 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 Ребята Давай Пожалуйста Меня послушайте Объясните вам Третья буква Я третья Я не знаю Уже доводов В чем мне привести Потому что в первой группе Я сказала Всем хорошей игры Во второй А Второй группе И все Я не знаю Слушай О чем мне говорит Я третью группу Одред Третья выступаю Открытия стола Что мне делать Можно я скажу Можно я скажу пару слов Шериф Хочу обратиться к тебе Шериф Конкретно Отстреливай ночью Любого из них Вообще любого Ну Оксана злится Отстреливай Рому Чисто Чисто из фана Голосуем все в Юлю Юлечка извини солнышко Леша Леша Смотри Леша у меня дарует Другое немножко предложение Ты согласен что у Таи Карта Немирного жителя Немирного жителя Шериф отстреливает Нет Я против Шериф Так я тебе говорю Она либо шериф Либо Ну зачем у Таи Мирный житель Да мне даже шериф Нет Будучи мафией Если я мафия Я ее грохну ночью Потому что сейчас я скажу Так давайте мы Не будем на понт брать Шериф стреляет Либо Оксану Либо Рому Он меня устойшит Юля Согласен Можно я скажу Говори Антон Почему я пасанул Мне просто надоело Играть в твоих играх Я разочаровался Мирного не надо Расстеглись Я знаю Он сказал Он сказал Не сказал об этом Не сказал об этом Не сказал об этом Все кто сейчас Тёмные игроки Как мне кажется Свои речь У них речь была такая Как Юля Оксана А Таи А Юля может обозначила Мафию Ребят Они оба не мирные Потому что она сказала Что они оба мирные Она на них думала Что они черные игроки Она на них думала А она их поставила Черными игроками Я не думала Что я черный игрок Сказала Первый игрок Такой же Оксана Давайте голосовать Все Давайте голосовать Время Оксана Оксана Голосуем Да Есть смысл Начать с Юльдом Да Да я Мирный Вы че Все Тишина Кто голосует Против Юля Голосуют Все Кроме Антона Ну вы понимаете Да Юля Попродать Я вообще комиссар Леша Мафия Ваше Молодец Леша Удачи тебе Оно Сыпает ночь Город засыпает Ну ты будешь Опознай Чуваик тройки Леша Леша Лесиса Лесиса Лесис 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 Мафия сделал свой выбор. Мафия за, сихрая. Выстреляем сегодня? Шериф засыпает. Просыпается город. Стрелял мой отец, стрелял шериф. Вдруг Мафия погибает. Конечно, ну господи, ну что тут поделать? Шериф. Видать, Вова? Какого хера? Можно я скажу последнее слово? Тишина, последнее слово и тренинг. Да я его проверил, он мирный житель. Шериф засыпает. Тишина за столом. Тишина за столом. 1-0. Короче, ребят, я вам... Шериф, к тебе, ну не дай бог это ты опять. Вот честно я тебе говорю. У меня под подозрением двойка, тройка даже черных игроков. Та, Оксана, Рома, Андрей и пускай это будет Миша. Спасибо к вас. А кто Мафия? Кто Мафия? Вот вы трое. Андрей и Миша. Все. Проверенная Мафия. За меня, братья, я все с вас нашел. Да пофигу вообще. Юля, она и так Мафия. Это три. А, три? А сколько надо? Пять. Пять? Юля. Кто? Юля. Пусть будет у нас. Миша. Давай. Стол открывай. Да? Ну, начнем с того, что у меня более полстолага, кто лучше знает меня, мою карту. Что она у меня какая-то, кто-то подозревает, что активная какая-то, кто-то подозревает, что она темная. У меня обычный мирный житель, даже можете не сомневаться в этом. Это раз. Во-вторых, думаю, что все-таки пас Оксаны, как бы, я понимаю, потому что любая ее, как бы, речь, даже будь мирным. Мы там до этого играли игру, она волновалась до турнира. Как бы, я понимаю, почему она посанула, поэтому я пока ее не хочу подозревать. Ну, что все-таки у нас шериф не Рома опять. Я просто, я не понимаю, какой игрок еще за этим столом мог сделать такой рандомный выстрел. Я вот, ну, блин, у меня в голове не укладывается. Соответственно, если у Ромы не шериф, то, скорее всего, там будет темная карта. Женю по нулевому кругу, как бы, речь меня, в принципе, не смутила. Он сказал ее достаточно спокойно. Так он говорит только мирным жителям, потому что на мать он совершенно волнуется. В Кате я все-таки, наверное, виду пока светлого игрока. Андрей меня сметил тем, что не высказал подозрений. Подожди, Леша, Леша. Я тебя еще хочу послушать, и я по тебе еще не отоделилась. Ну, ладно, всех остальных послушаю. Пока больше не скажу. Андрей, карту, поправь, пожалуйста. Отлично. Оксана, пожалуйста. Я уже сказала, в общем, в собрании, почему голосование, почему я пасанула. Кто не слышит, могу еще раз вспомнить. Я пасанула, потому что я уже третья группа, третья подряд, и не знаю уже доводов, что мне сказать, чтобы меня осветлить или очернить. То есть, я, моя речь будет, ну, никакая. Поэтому я пасанула свою остальных реакцию. А также посмотреть остальные мнения. Вот. Для меня непонятно, очень непонятно обстрел Шерифу, потому что в этой ситуации, как у нас была, Шериф должен был стрелять либо в меня, либо в Рому, чтобы какие-то подозрения слить. А он этого не сделал, кинул на Вову подозрение. Просто было, ну, реально не обдуманно. Поэтому я пока бросаю свои подозрения на… Нет. Где он ее? А… А, а, а. Короче, да. Хотела на Юлю бросить, но ее, блин. Ладно. По поводу своих подозрений. Айгуль, я считаю, красный. Таю, кстати, кто говорит, что она черная, я считаю, что она красный играл. А, вот. А, потому что в Матю, когда она играла со мной вместе в прошлой игре, она хитро улыбалась, приглядывалась. Ну, было другие манеры, была другая манера. Вот. Считаю подозрительным и буду, кстати, против Юли. Вот. Также меня остораживает молчание Жени. Скорее всего, Женя там тоже какая-то активная нечистая игра. Оксан. Все. Трама. Не буду говорить, кто темный, кто мирный там, потому что, скорее всего, это больше вас запутает, потому что больше половины стола думает, что я темный. Попытаюсь просто оправдаться. Скажу, что пасану, потому что мне надоело играть за мирных. Уже, то есть, вот сейчас мне попалась мирная, я хотел, чтобы быть мафией. За мафию я играю, наверное, получше, чем за мирных. Что хотел заметить про пасы наши с Оксаной. Единственное, кто не сказал, это Леша. Не знаю почему. ты мог бы просто так за компашку, так сказать, потому что мы тоже пасанули, но ты этого не сделай. Вот. Все. Пас. Пас. У нас есть два президента на голосование. Роме я верю больше, чем Оксане, потому что он светлый игрок. Пока что я играю только шпион. Я не знаю, с Ромой играю. Все. Пас. Пас. Я светлый игрок. Я тебе. Со всякой утащил. Со всякой утащил. Со всякой утащил. А? Все. Немножко на стороне пропал, на самом деле, играет Леша. Он, как мне кажется, слишком рано себя обозначил комиссаром. И, в принципе, было видно, кто начал сдаваться. Говорит свою речь немножко, как сказать, удручену, что ли. Та, если не может оказаться сомным игроком, то, мне кажется, не Мафи. Мафи, ты так бодро не начала. А вторая твоя стол обратит, вполне возможно. Оксана, извините, ты мне сейчас сомный игрок. Ты карабкаешь. Ты сейчас играешь не как обычным игроком, когда ты играешь в мирном. А Ромина логика сейчас не опять не близка. А если в прошлой игре, когда ты был мирным, я была мирной, я играла с тобой, я тебя понимала. Сейчас я тебя не понимаю. Это значит, что ты для меня сейчас в темной команде. Ты тоже немножко цепляешься. Женя, не знаю. Шериф, видимо, свои мотивы. Это немножко плохо, что у него свои мотивы. Он не прислушивается к столу. И, Шериф, давай будем играть не в твою игру, а в игру мирных жителей. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Я мирный игрок. По Тае видно, что она светлая. Игрок как бы совершенно другое поведение. Совершенно по-другому рассуждает человек. Я бы хотел поиграть с тобой. Оксан, твоя речь меня не вдохновила. На самом деле, ну, метаешься, честно. Мне только условно зиму стало. Рома, к тебе я буду пока просто присматриваться. Ты для меня серый игрок. По поводу Жени тоже ничего конкретно сказать не могу. Спасибо, хотел бы остальных поступок. Спасибо, Леша. Стоп, секундочку. Ребята, я смотрю, приуныль немножко. Немножко разряжу атмосферу. На нашем канале-марке у нас уже есть один фолловер, один фолловер. Ищет. Посидим только. Может, я не успешу. Вроде, интересно. Ладно, продолжаем. Я разведу вам. Асфер. Я хочу послушать тебе вопрос, который я доносил в этой команде. До тех пор это и всего единственный человек, как-то не будет. Я буду ждать. Ты очень виситуборим на общем голосовании. Спасибо, Андрей. Ну вот для меня уже, например, немного понятно, кто темный. Это Андрей. Потому что Андрей, когда мирно, он сразу кричит, обозначает. Ну то есть сразу, понятно. И он всегда угадывает. Сейчас я когда спросила Андрея, на кого ты думаешь, он ничего не сказал. Вот. Поэтому я думаю на Андрея. Оксан, я, конечно, сомневаюсь, что ты темный игрок. И не понимаю, почему ты идешь против меня. Вот. Насчет Рома тоже могу сказать, что, скорее всего, ты темный игрок. Спасибо вас. Алексей? Во-первых, хочу послушать Айгуль. Да, я все так же буду просматриваться. Но Оксане, я по ее речи больше поверю. Так. В Туром у меня темный игрок. Так, ну что так. А у вас пока что ничего не скажу. И по поводу Миши, для меня я стал темным игроком. Потому что, когда его начали обозначать умершие игроки, вот это вот просто. Ну, я на него ориентирую. Поэтому я считаю темным. Все, спасибо. Спасибо, Алексей. Миша. Итак. Эта партия меня радует чуть побольше, чем предыдущая. по тем простым причинам, что она, ну, как-то более внятно идет. Вот. Начались образовываться коалиции. Они, ну, скажем так, более внятные, чем в прошлый раз. Все, ладно, пока. Ладно. Так, сбили с мыслями. Очень, очень мне показалось интересным, почему Оксана и Рома вот так вот высказаны сейчас. Вот. Мне понравилась Юля. Вот. Ее доводы в адрес Андрея. Ну, только доводы. Ее доводы в адрес Андрея я считаю уместными, взвешенными. И, пожалуй, прислушиваюсь. Вот. Ну, и за молчаливой нашей парочкой я приглядываю все так же. Спасибо. У меня все. У меня все. У меня все. У меня все. И, пожалуй, шериф, ну, пожалуйста. И, ты говорят, давай ты ночью стрельнешь, короче, вот этих пас-пас. Ну, ты, пожалуйста, делай это. Я не знаю, кто шериф, но я хочу, чтобы мирные затащили, потому что я хочу баллы. Ахахахаха. Давайте мы это сделаем. Ну, суть в том, что, блин, два человека пасанули. Сейчас мы, если вот это так вот оставим, в конце кто-то из них будет мирный, о, мирный, мафия. Что? Ну, то есть я буду очень сильно жалеть. То есть если это будет так. Вот. Потом по поводу того, что шериф отстрелил Вову. У меня есть предположение, что из них тот шериф. То есть это как вариант. Вот из этих два их, то есть... Блин. Ну, давай смотрим, кого там придут. Самое-самое. Короче, я вот сейчас против Оксаны. Это пока основной игрок. Спасибо, Антон. Айгуля. Так, значит, я думаю по поводу двух игроков, которые подозрительны для всего стола, Оксана и Рома. Я думаю, что там не может быть двух темных карт. Я думаю, что только одна. Почему? Потому что так палиться на первом круге, фас-фас, две мафии вы не стали. Вот. То есть я думаю, что скорее всего здесь максимум одна темная карта. Вообще может быть и нет. Даже такое может случиться. Насчет Андрея, несмотря на то, что он взял меня в красную команду. Я, к сожалению, не могу тебя взять в красную команду, потому что логика, Юля, мне ясна. Ты абсолютно изменил тактику игры. Ты всегда указываешь на игроков. Конечно, повторяться не буду. По солидарной сути. То есть как бы вижу смысл предоставать у тебя. И Миша. Он тоже, заметьте, он изменил тактику игры. Он пассажирик. То есть он изначально просто ведет такую игру. То есть да, да, это так. И здесь вот абсолютно согласен насчет Юли. Ну, изменил тактику. Он уже не тот, что прежде. Не тот мирный игрок. Вот. Ну, в общем, мы хвалом и более подозрительным здесь. Это Миша, Андрей. И вот одна темная карта с тобой. Спасибо, посмотри. Тоже не наш Миша. Наш Миша. Пойдите нам новую Мишу. Вообще обсуждение. А это то, что тебя не смущает, что Леша пассажир знает вот этот Леша. Обозначая половину серыми и остальными мирными. То есть не обязательно у меня одновременно. Кстати, ребят, у меня для Шерифа просьба. Шериф, не Мася. Не обязательно делать так, как скажут мирные, как скажет тебе Солк. Не обязательно взять Мася. А я больше никого не вижу. В Алексеевне я вижу. Нет, нет, нет. Он будет на самой играть. Не перебивай. С тобой нашел. Шериф 6 человек. Я прошу Шерифа, не уверен, не стреляй. Вот это главное, о чем я прошу. Шериф, стреляй Мишу. Он начал не убивать Мася. Я не советую голосовать за мной. Я не советую голосовать против меня, потому что не проиграет. Я думал, что услышали. Почему просто не выиграетесь? Короче, люди, ладно. Я Шериф. Зачем? А что? Может мне сейчас все голосовать будут? Я бы не выиграл. И как? А теперь я призываю всех голосовать против этого человека. Какого? Кого? Против того, кто сказал в своем Шерифе. Знаешь, что доктор есть? Я слышал. Доктора нету. Так, Влада, пойдет. Просто мне сейчас все будут голосовать. Да нет. На. Что, я должна молчать? Мне проголосовали? Ты слушал мою речь? Я сказала, там либо максимум одна темная каппа, либо вообще нет. Просто как бы, ну, окей, хорошо. С одной стороны, рассеялись сомнения, здесь свет. Насчет Ромы, что думаешь? В смысле? С тобой не играли. Я мирная. Мне кажется, более даже подозрительными игроками сейчас Андрея и Миша. Я согласна. Я согласна. Я согласна. Я думаю, что надо за Андрея голосовать. За Андрея, да? Давайте. Не ешь ночью. А я не ешь ночью. Шериф ночью можно попробовать застрелить Мишу, который уже не тот. Что это? Уже не тот. Только Заяц, извиняюсь. Ну, сейчас, боюсь. Понравится? Ой, слишком наивно. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Не верю. Да вы и не станете. Славский? Да-да. Даже не похожий. Так, давайте разъясним ситуацию. У нас другие. Не разъясните, потому что время кончилось. Вот так. Тишина за столом. Андрея, это первое предупреждение. Что это? Не жди. Голосуем. Кто голосует против Таи? Против Оксаны. Против Рома. Два голоса против Ромы. Против Женьева. Против Кати. Против Леши. Один голос против Леши. Против Леши. Два голоса против Леши. Против Андрея. Раз, два, три, четыре, пять, шесть голосов против Андрея. Против Юли. Против Леши. Один глава против Лёши, против Миши, против Айгуль, против Антона, против Айгуль. Управдательная речь, Андрей. Так стол, дорогие ненавидные жители. Хотели затащить игру? Молодцы, затащили. Если против меня сейчас проголосовало к нему 4 мафии, я улетаю, потому что я являюсь шерифом. А вы молодцы. Человек обозначил себя шерифом, поэтому делайте сами выборы. Верите ему, как мирному, или продолжайте верить на то, что он шериф. Я вспоминаю свою карту, и там будет шериф. Спасибо, Андрей. Кто голосовал против Андрея, поднимите руки, пожалуйста. Кто передумал, опустите руки. Голосовало 6 человек, 4 руки остались. Я думаю, мы знаем, что делаем. Засыпает ночь, город засыпает. А я могу назвать... Город засыпает. Засыпается в мафии. Я считаю, до 5. Ну и ты сделал свой выбор. Мафия засыпает. Мафия засыпает. Просыпается в мафии. А потому что уже двое человек мирных называли, больше я вам с вами не посижу, от этого с другой. Просыпаются все, кроме Юли. Юля, посыпаю карту. Мирный житель, последняя рейшка. Ну вот, раз сидит. Ну, вот я, конечно, не думаю, что он... Кто не опустил руки, тот мафия. Оксана для меня однозначно. Пойдите, скорее всего. Возможно... А, Леша. А сколько их вообще? Четыре? Четыре. Так, Оксана, Леша, Миша и... Ну, пусть будет, да. Спасибо. Юля, а стол открывает Оксану. Оксану пас. Ай, ну не пас. Очень круто. Необычула, что он ширью и подставила шикарную. Блин, если бы я сказала на своей продательной речи, что я ширик, я никто бы не поверила, потому что у нас было бы разногласие. Поэтому я вставила свою точку зрения в обсуждение общее. Да, вы можете меня сейчас забивать. Забивайте. Ну, это так и будет ясно. Вот. Ну, я хотя бы белоширин. Блин. Этого спасибо. Всё. Спасибо, радостная. Оксандра. Андрей, вы выйдите за стола, пожалуйста. Выйдите за стола, пожалуйста. Мне страшно сидеть в этом. Она молчит здесь. Можешь сидеть. Подозрение насчет темы. Это Алексей, Миша, Антон. Давайте без жестов, без ничего отойдите. Не знаю ещё кто. Ну, ещё ты, да, совсем забыл про тебя. Может, ты мне не верить в то, что я мирный, но на самом деле я мирный. Что мне не верят? Ну, блин, не знаю даже, что сказать. Играю пока, кто-то сказал, Жень. Спасибо, Рома, Жень. Кстати, мы знаем одну тёмную карту. Это Оксана. Я предлагаю вам её не убивать сейчас на голосование, а вынеси на голосование другого человека в другую мафию. Мне кажется, что это Лёша. В смысле? Она ничего не решила. Я эту ночью... В смысле? Хорошо, давайте на обсуждение поговорим. Это моё мнение. Ну, такая мысль появилась. Здорово, Сироса, она была бы мирной и всё в этом жаре. Где-то. Надеюсь, их можно играть вторую игру подряд в свою игру, блин. И я тебя не люблю больше. Потому что, как бы, я... Ну, действительно, я подумал, что это тебе и себя представляете. Сейчас тебе говорят, ну да, ты в белошире, окей. И, ну, обидно, на самом деле. Я считаю, что, ну, как-то понятно, что ты, Ром, Роме до сих пор не верю. Я считаю, что Лёша и... Ну, короче, капец, меня всё бесит. Между мальчиками. Мальчиками. Женя, пассажир, предлагает какие-то несущественные, как мне кажется, какие-то стратегии. Я тебя не понимаю. Вот и всё. Дальше. Добрый вечер, город. Меня зовут Алексей, я мирный игрок. Как ты сделаешь? Рома, ну, буду также голосовать в тебя по поводу... Нет. Ты мафия, в тебя. Тебя. Дальше. Я уверен, что ты... Что ещё хотел сказать? Алексей, играю с тобой. Потому что я вижу в тебе мирного игрока, Тая. Также продолжаю играть с тобой. Угу. Да, спасибо. У нас тут подставляют шерифов. Убивают шерифов. А тут всё равно добрый вечер, я, Алексей. Да, Тая. Так, ну, собственно, Оксана. Да. Потом, кто у нас ещё не опустил руки по нашим шеям? Катя. Я совсем забыл. Ну, собственно, буду играть только с Алексеем. Собственно, сейчас голосование будет. Вот. Оксану. Ну, по порядку, дальше скучаем дальше. Всё, спасибо. Миша. Ну, то, что сейчас должна уйти и уйдёт Оксана, это ежу понятно, это объяснять не надо. Вот. Очень меня заинтересовала речь Жени, в которую он говорит, давайте Оксану оставим. Ну, типа она мафия, мы от неё избавимся в любой момент. Да, мафия точно так же будет стрелять по ночам с Оксаной или без, это понятно. Но Оксана в дневную фазу будет голосовать. Ты сильно хочешь, чтобы мафия голосовала? Ты понимаешь, что ты спалился тем самым? Ну, понятно, я буду голосовать сейчас в Оксану, следом пойдёт Женя. С большой вероятностью. Спасибо. Красавчик, я вот это не заметил. Смотри, сейчас есть две мафии, он говорит, давайте не будем её убивать. А потом, короче, ну, на следующем голосовании, допустим, ну, то есть он остаётся жив, потому что сам предлагает это. И она остаётся, потому что он это предложил, короче. Ну, Оксана, понятно. Вот по поводу поднятых рук, то есть по поводу Кати, я думал, что ты мирный. Я не знаю, блин, вот вы, вот эти две девочки, то есть это Тая и Айгуль, я никогда ничего про вас не говорю, потому что я не понимаю, у вас одинаковая игра, вы мирные мафии, вот, и как-то, ну, не знаю, я бы не хотел пальцем неба сейчас тыкать, но вы подняли руки и вы их не опустили, при том, что шериф сказал то, что мафия точно не опустит, руки, то есть у нас два человека опустило, у нас было шесть рук, кто опустил руки? Кто ещё голосовал? Женя. Ты голосовал и ты. Ты чего разговариваешь там? Вот, два человека опустило руки, четыре осталось. Блин, ну, мне кажется, среди вас хотя бы две, ну, две по-любому должно быть. Ну, то есть одну мы выяснили, вторая, кто-то из вас троих, это сто процентов. Вот, ну, короче, сейчас убиваем Оксану, там смотрим дальше. Айголин? Ну, насчет Оксаны понятно, я поддерживаю тех, кто считает, что голосовать нужно в неё именно сейчас. Это раз, потому что это однозначно чёрный игрок. Вот, насчёт того, что, да, действительно были подняты руки против шерифа, Ну, не опустила я личную руку, потому что я доверилась Оксане. Вот, и подумала, что Андрей, как бы, он просто попытался тем самым спастись. Вот, однако же, я как мирный игрок была не уверена в том, что он шериф, а кое-кто знал, что он не шериф, он опустил руку. Соответственно, у меня второе, по подозрениям, это ты, тот самый Миша. Вот, ну, давайте сейчас просто проголосуем в Оксану, а там тоже будем дальше думать. Спасибо вас. Пытаем. Сейчас для меня игуль, тёмная карта. С Оксаной всё понятно. Жень, скорее всего, светлый. Будь он мафия, он бы не стал просто такую задвигать теорию, что давайте Оксану... Понимаете, это он просто, я понимаю его логику, он хочет, потому что не тратить время на мафию, которую мы уже обнаружили, а просто найти ещё. Потому что, ну, здесь мы уже знаем, понимаете, мы её снесём в любой момент. Как бы вот в чём проблема. Поэтому он для меня, вот сейчас, однозначно, по этой речи он для меня мирным становится. как бы Рома. Ай, Гуля, Оксана, Рома, это она. Лёша здесь, скорее всего, мирный. И для меня вот больше вот этот Лёша сам. Ну, как-то, как-то, как-то. Обсуждение? Да. Смотри, послушайте меня сейчас. Смотри, такая вещь. Оксан сказал свою речь. Лёша, я почему-то верю Оксане. Понятное дело, что мы голосуем за Оксану. То есть, когда человек уже оправдался. Нет, Лёша, ты сейчас являешься тёмным игроком, а ты хуже. Если Рома такой важный, мы проверим. Сейчас мы голосуем за Оксану. Я тоже стала более светлым игроком, понимаешь? Я тоже стала, потому что она всех обманула. Ну, а ты аргументы только на это. Не ругайтесь. А ты аргументы только на это. А ты аргументы на это. Время. Ребята, время. Тишина за столом. Начинаем голосование. Кто голосует против Оксаны? Оксан, против кого ты голосовываешь? Катя. Вместе Катю можешь. Давай. Молодцы. Город засыпает. Как мы это сделаем? Город засыпает. Просыпается. Мафия. Делает свой выбор. Почему? Чистый. Мне еще 18 было. Мафия сделал свой выбор. Мафия засыпает. Просыпается. Мафия засыпает. Тебе закатик. Давай рассказать. Это виды есть. Он выводит. У игрока, если сейчас это актерское мастерство. Машка получается просто, если это остаются все, кроме Тая и Гуль. Ну, мы его сейчас сейчас не приписываю за очки. Расскажи, ты меня. Вы же не за очки играю. Да, я просто не важна. В духе я могу ошибиться. Не хочу ошибаться. Короче, Рома. Я ведущий. Рома. Вот этот Рома. Мне кажется, все-таки должна быть одна карта между Тая и Гуль. Мне кажется. И... Короче, блин. Кому не доверяю. И Леша. Между Лешей должна быть карта. Миша не знаю. Короче, не знаю. Опять какая-то актерская игра. Оксана, я тебя не люблю. Все, спасибо. Спасибо. Катя. Стол открывает у нас... Доброе утро, город. Для меня сейчас мафия. Это Антон и Тая. И еще разноцвет между этими двумя. Я мирный, но из запаса глупых бы меня гнать. Просто у вас других больше аргументов нету, что ли? Вы только на этом основываетесь. То есть... Я на самом деле мирный. Не играю ни с кем вообще. Пас. Я не знаю, кого в мирную сторону свою команду обозначить. Потому что кого-то я не слышу, кто-то меня обвиняет. Непонятно. Это все. Для меня ниша более темная, чем Леша. Почему сейчас так? Я думаю. Логика моя, наверное. А для меня светлый игрок сейчас один светлый игрок, который я сам. Иди, пожалуйста, Мадрех. Все. Пас. Добрый вечер, город. Меня зовут Алексей. Я светлый игрок. Рома. По-моему, мафий осталось меньше, чем ты назвал вообще предположение. Интересно. Ты, по-моему, назвал четырех. Мафий в игре, короче, если что у нас в игре один оборотень, две мафии. Да, такой момент. Вас восемь человек. Если вы сейчас выбиваете мирного жителя, то победа... Ты просто назвал, по-моему, четырех человек. Хорошо. Жене я склонен доверять. Мне кажется, он светлый игрок. Он слишком спокойно говорит. Алексей для меня также светлым игроком остается, а я светлый. Соответственно, видите, весь остаток. Главный кандидат для меня Роман. Я также буду в него голосовать. Миша, для меня ты более черный, черно-серый. Антон, да, Антон, к тебе я также присматриваюсь. Спасибо. Айгуль, тоже буду к тебе присматриваться, потому что обозначили между тобой Тай разноцвет. Для меня Тай светлый игрок. Я хотел бы верить, что ты не мафия, поэтому буду к тебе присматриваться. Спасибо. Ну, я могу только доверять только Жене, потому что я тебе более, более, более все уверен. Леш, извини с тобой, я буду к тебе более осторожен. Насчет Миши, полностью черный игрок, потому что даже по ночи, блин, слышно было шептание. Кому ты шептал, это надо будет выяснить. Поэтому голосование однозначно в тебе. Все, спасибо, класс. Миша. У меня появилась теория. Смотрите. То, что Оксана и Рома пасанули, старая тема, да? Ну, а две мафии подряд пасануть, я думаю, ну, это было бы глупо с точки зрения Ромы, будь он мафия. Рома мафий быть поэтому никак не может. Исходим от этого. Далее. Предложение Жени оставить Оксану, ну, будь он мафия, это с его стороны было крайне глупо, как бы. Соответственно, Женя быть мафией, я тоже не думаю, что он мафия. Вот. Короче, вот этих двоих трогаем, с ними играем. Остаются в остатке остальные. Вот. Ну, если человек начинает там что-то там с ночь, ну, дружок, ты для меня темным становишься. Я буду голосовать, скорее всего, в тебя. Если ничего более подозрительного дальше не услышно, это вряд ли. Спасибо. Я говорю, на. Тот. Тот. Короче, насчет Ромы и Жени. Вот насчет Жени, в принципе, я как бы, ну, выслушал. Таю сейчас. Ну, не знаю. Ну, наверное, я все-таки согласен. По поводу того, что он мирный. Но вот с Ромой, ну, блин, я не... Вот почему ты сейчас против меня голосуешь? Я против Оксаны с самого начала голосовал. Она оказалась мафией. То есть, убивали... Кого убивали? Четыре руки против кого у вас было? Против Андрея. Против комиссара убивали. Я против него не голосовал. Среди них вероятность больше. Понимаешь? То есть, я убил мафию, я не голосовал в комиссара, и я мафия. Ну, блин, ты понимаешь то, что... Вот тупо вероятностный характер, он очень мал. Если мы сейчас убиваем мирного, то есть вы можете убить меня. Но я мирный. И мирный я опять проигрываю. Меня этот вариант не устраивает. Поэтому я бы хотел выслушать тебя на обсуждение и какой-то другой вариант предложить. Я хочу верить в то, что ты мирный, но, блин, вот именно вот этот момент, он меня как-то смущает. То, что ты против меня. По поводу... Как зовут его? По поводу Лёши. Вот между вами разноцветно, на мой взгляд. То есть, как бы, я не знаю, кто из вас тёмный, кто из вас светлый. И по поводу Миши, я думаю то, что... Вот когда ты высказывался по поводу, типа, мафия там... Как комиссар... Шериф всех ночью перестреляет? Антон, перейти. Мафию, говорит, перестреляет. Типа, давайте не будем так делать. То есть, это было довольно интересно. Спасибо, Антон. Я уже просто устраиваю, вообще слышал. Так, ну мне, для меня лично, эта игра напоминает игру предыдущую, для меня как мирного жителя. Потому что опять мы дошли до этого критического момента, когда у нас нет права на ошибки. Поэтому я сейчас постараюсь, не знаю, всю силу своего убеждения проявить. И я просто сейчас собираю команду красных игроков, потому что сейчас ошибаться нельзя. Я верю тебе, Антон. В принципе, склонно доверять Роме, который, будучи темной картой, не стал бы пасовать так же. Ну, думаю, что ты сейчас, скорее всего, мирный игрок. Вот. Катя обозначила то, что между нами стаи есть многоцвет. И как бы я-то свою карту знаю, я красный. Вот. То есть, опять же, стаи для меня не остаются прям категорично темным игроком. Сейчас пока серый игрок. Здесь, среди товарищей, однозначно есть темный игрок. Просто есть такое правило в мафии. Когда большинство стола... Я предлагаю просто поднимать руки в кого-то из них. Как большинство стола, если в кого-то думает, то по-любому это темный игрок. Давайте я просто призываю мирных жителей сейчас голосовать однозначно в человека, который темный. Давайте не будем тупить. Спасибо вас. Ну, для меня сейчас, наверное, однозначно черным игроком будет Миша. Знаешь, Леша будет очень мафия. Ну, даже любой на его месте, как бы, делать аргумент, что слышал шевтание, это реально. Я просто по себе знаю, что иногда ночью это очень хорошо слышно. Даже если просто пытаешься губами что-то сказать, вот в этом движении, это очень хорошо слышно. Поэтому я вот больше Лёше склонна доверять сейчас. И тем более у меня как бы с тобой не вяжется. Ты говоришь про Рому. Рому я сейчас все-таки светлым игроком. Соответственно, Женя для меня тоже светлый игрок. Поэтому темных игроков я буду искать среди вас. Для меня сейчас темные игроки, если однозначно это ты. Скорее всего Антон. Все-таки Айгуль для меня еще пока будет светлым. Антон, Миша и Лёша. Вот эти три игроки. Спасибо. Спасибо, Таилович, обсуждение. Ты можешь сказать, почему я для тебя, Таилович? Ну, потому что я сейчас Айгуль послушала. А Рома мог пасануть в дополнение, чтобы отвести от себя подозрение. Может быть такое, может. Может, наверное. По остальным игрокам. А ты по остатку. Прям 30 на 7. Причем 70% только он мирный может оказаться. Почему ты веришь этому человеку? Сейчас голосование однозначно. Повелись о Оксане. Вот там. А мне вот не видно, что он стоит. Ну что? Он же не говорит, что я честно такой. Нет, Тая играет по-другому. Тая светлый игрок. Кто голосует против Пайка? Против Жени. Против Леши. Против Леши. Два голоса против Леши. Против Миши. Ага. Рома, ты против кого? Против Таи, да? Конечно, Миша. Тая продать Леши. Люди, вы что? Ну, своей головой подумайте. Ну, между нами, да, очевидно, разноцвет. Он темный. Вам что, вторую партию подряд проигрывать охотишься? Вы что? Включите мозги, елы-палы. Одно ферменты же, ребят. Для всех еще такой момент. Может, он приунул, приуснул, призабыл. Если вы сейчас руки опустите, то круг не будет считаться критически. Будет один отряд, и у вас еще будет еще один. Неужа. Восемь человек. Еще одно голосование? Смотрите, да, если вы сейчас против Миши опускаете руки, смотрите. Мне просто всем, во всякий случай, напомню. Восемь человек. Опускаете руки, остается восемь человек. Ночью отстрелит одного. Три мафии против четырех мира. Еще один пилот будет голосование. Это как вариант. Я уберу. В принципе, все. Кто... Миша, послушали? Миша, все? Все, все. Кто голосовал против Миши? Поднимите руки, пожалуйста. Давайте. Кто передумал? Опустите руки. Три руки вниз, две остаются, ты остается в игре. Наступает. Звучит. Мафия просыпается. Мафия сделал свой выбор. Мафия засыпает. Просыпается город. Мили Женью. Последняя речь твоя Жень. Я и мирный житель. Я не знаю. Мне кажется, Леша это... Не, не знаю. Мне так кажется просто. Миша нервничал. Он прекрасен сразу, когда бросить руки подняли. Скорее всего, он мирный игрок. А что руки тогда опустил, раз ты не везде? А стол открывает Алексей? Если что, я не призывал вас опускать руки. Я просто предложил такой вариант, чтобы кто-то его получил. Добрый вечер. Город. Все? Все? Нет, все сонно. Валерий. Добрый вечер. Город. Меня зовут Алексей. Я мирный игрок. Я мира Леха. Я на самом деле в замешательстве. Ну, также я все-таки думаю, что это рок. Это Алексей мирный игрок. Он ведет себя совершенно по-другому. Можешь меня так не расстеплировать. Тая тоже мирный игрок. А Игуль, склоняешься, что стоящего это все-таки ты. Ну, я с тобой играл тоже. Ты меня очень часто... Я Таю научился различать, а тебя еще нет. Конечно. Все, спасибо. Хорошо. Ну, почему вы отрицели руки? Блин, вообще непонятно. Мы могли бы сейчас снести темного. Ну, да, у нас бы опять... У нас следующий год случился свой критический круг. Опять же, все то же самое. Но минус темный, а не просто минус весных никуда. Ааа... Да. Ну, Миша однозначно темный. Подозрения... Ну, чуть-чуть подозрений. Честно. Если я ошибаюсь, конечно, это будет плохо. Вот на карте сегодня ехали. Ааа... Эти карты... Ну и... Блин, девушка, вот теперь у нас получается на свет, что ты сто процентов уверен, что я светлый. У меня... Поэтому... Ну, у меня на тебя тоже подозрения. Извините. Все, спасибо. Ну, может быть, это айгуль. Может быть, это айгуль. Может быть, это айгуль. Может быть, это айгуль. Короче, ну, вы поняли, что я вам хочу сказать. Меня его вольнуть не получилось. То, что между нами разноцвет, это мы уже как бы... Уже прописано. Есть, нет, вижу, понятно. Вот. То, что меня вольнуть не получилось, там люди опустили. Соответственно, этих же самых людей уговорить все-таки поднять за меня руки, ну, я думаю, это нереализуемо. Ну, или крайне сложно. Поэтому товарищ темный решил не искать себя. Но вы уже... Вот и все. Валим его в конце-то концом. Когда уже? Я за него голосую. Все. Виш, напомню. Против тебя опустили руки не потому, что тебя отрадали, а против тебя опустили руки, потому, что была, конечно, что ты можешь быть уверен, так же, как у меня. Неуверенность ради посмотреть на кого-то. Ты не оправдывал. Не слышно. Это просто... Ну, срок продолжения, чтобы потом... Я... Не знаю. На самом деле. Учитывая... Блин, вот... Вас я не могу никак обвинить. Тебя я не могу обвинить. То есть, с одной стороны, ты говоришь правильные вещи, с другой стороны, у меня есть подозрение на тебя. Ну, я хочу верить, что ты мирная. Я не могу в тебя выстрелить, потому что ты опытный игрок, ты способна определить там что-либо, да? То есть, какие-то такие интересные вещи ты можешь мне сказать. В тебя я тоже не могу стрелять. Стрелять, да. Вот. Касательно вас двоих... Я не знаю. В прошлый раз я поймал руку против тебя. Против тебя... Блин, вот меня смутило именно то, что ты когда убивали... Какого? Комиссара. Да. Шерифа. Ты опустил руку. То есть, так я думал на тебя. Ну, вот именно этот момент, он как бы... Блин... Ну... То, что ты мафия, ты исходя из того, что ты против рук, не знаю, мне кажется, нет. Я не знаю. Спасибо. Антон Айголь. Да, пап. Так. Начнем с того, что у нас опять... Опять критическая ситуация. Ошибаться нельзя. Я сейчас призываю всех мирных игроков... Тай, пожалуйста, не обижайся голосовать в Таю. Почему? Потому что ты сама сказала, что мы очень похоже рассуждаем в игре мафии. И я, как мирный игроков, опустила руку, когда я голосовала против Миши, потому что я хотела дать как бы... Я была не уверена в том, что это мирный или черный игрок. Поэтому я говорю, блин, давай все-таки опускай. Но ты хотела держать руку до конца. Именно так. Но она опустила, потому что уже там Леша опустила руку, я опустила. В итоге ты тоже... А, нет, я держала до конца. Вот. Сейчас просто призываю голосовать в Таю, дабы не ошибиться. Ну, конечно, если я там протупила, это, конечно, будет жесть. Вот. Но просто сейчас для меня Тай однозначно темный игрок. Рома продолжает оставаться светлым. Тай обозначает Лешу как светлого игрока. Вот. Насчет Антона она обозначает собой темный. Сейчас мне его речь не особо понравилась, поэтому... Короче, предлагаю, ребят, мирный, голосовать в Таю. Спасибо вам. Кстати, на счет того, что Саня пустила. Пустила. Была, грубо говоря, две обычные, две фотки, и таймлод был решающий. Правильно. После что? Я просто... Я понимаю, что все сонное. Да. Общие черты воспроизвожу еще раз, потому что я сам прилетай, поехал. Ну, в принципе, когда еще Катя была жива, я сразу говорила, что мафии выгодно отстреливать. Вот. Но я была больше, чем уверена, что меня это не очень любит, потому что, в принципе, Женю убивать было вообще никак не логично для мафии. Но я обозначила Айгуль, и потом сказала, что все-таки она для меня окрасная. Поэтому она сейчас... Вот у нас сейчас Айгуль явно разноцвет. Для меня, хотя сейчас стопроцентным черным игроком, без которого вообще никак не складывается команда, это Леша. Вот Леша стопроцентный черный игрок. Здесь сидит светлый игрок. Рома, хоть он играет в свою игру, это светлый игрок. У меня сейчас стройка складывается. Единственное, я сейчас сомневаюсь между Мишей и Антоном. Поэтому... Ну, честно, не знаю. Хотя... Ты просто... Понимаешь, вот Миша у меня только потому, что он прям активно идет против Леши. Леша сейчас светлый игрок. Я это прямо готова, я не знаю. Я готова свою карту сказать за то, что он светлый игрок. Но, блин, вот либо ты, либо Антон, и вот... Как Айгуль сейчас призывает голосовать все за меня, я вас призываю сейчас либо выносить очевидного темного игрока, без которого вообще никак команда не строится темных. Я вам еще раз говорю. Почему она не строится? Потому что... А кого ты еще видишь? И вот если ладно, не его, если... Времечко. Да блин. Рома строится. Что тут сказать-то? Уже, по-моему, все поняли, что я светлый. А единственный, кто там говорил, что я темный, это ты. Ну, ты, скорее всего, светлый просто тупишь. Для меня сейчас мафия, наверное, нет. Возможно, Айгулян там... Ребята, которые в Бэнге, может, потише, пожалуйста. Так, Леш, кто для тебя темный? Одну секундочку тут. Чего? Все закончили, да? Да. Я просто всех послушал. У меня сразу поговорка такая. И... Щука тянет в воду, рак туда, лебедь в небо, да. Да-да. В общем... Рома, просто понимаешь, что ты обозначаешь, что сейчас Таю и меня. Мы гоним друг на друга, мы не можем быть двести. Рома, понимаешь? Сейчас мы твоей рукой можем просто проиграть. Рома, я считаю его тоже мирным игроком. Та идет против него. Она нормальная, адекватная, светлая. Я предлагаю голосовать. Ага. Но она гонит на себя. Да я не темная. Если она мафия, то можете меня всплывать. Я светлая. Так, я не понимаю, что это очень. Давайте сначала Мишу вынесем. Смотрите. Молчи. Вы понимаете, Шайку? Я мафия. Я мафия. Я бы не отстрелила Женю. Это говорит, вообще самое нелогичное. Женя со мной играл. Я с ним играла. Да это вообще глупо. Именно. Так ты знаешь. Ты имеешь как раз его внимание. Ты будучи в шоке. Пока меня нет. Я не тому, что он мирный. В принципе, многие же умные. Знаешь, что ты меня это думаешь? Он играет в шоке. Ну и ты же тоже будешь на меня. Филки-палки. Короче, смотри. Знаешь, если он мирный, мы сейчас проигрываем. Что? Да если она мирная. В Лёшу надо голосовать. В Лёшу. В Лёшу однозначно. В Лёшу. Вот я тебя тёмно. Правильно? Это я. Конечно. Сейчас за меня очерняется Тайя, потому что. Потому что. Потому что. Айгуль тебя обозначила тёмным игроком. Ты всё. Ты начала сразу. Ты, 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 ты. Всё. Ты начала метаться. Да. Я с тобой играл всю игру. Потому что. У тебя поведение. Изменилось. Но. Я теперь. Теперь. Я не уверен. Лёш, понимаешь. Я не метаюсь. Я тебя обозначал. Не первый круг. Я говорю на тех же людей. На которые. Да потому что. Да потому что. Ты сейчас тёмный игрок. Я не считаю. Чего? Я считаю тебя более тёмным. Хотел бы с тобой. Ну потому что значит ты ещё один тёмный игрок. Лёш, Лёш, Роу реально не трогай. Давай искать. Раз. Это раз. Два. Ты Миша? Да. Ну либо Миша, если ты светлый или я светлая, значит Миша и Антон. Против Миши мы в прошлый раз уже подняли руки. Ничего. Это ничем не закончили. И вот именно что. Понимаешь? Его мафия почему-то тоже не отстрелила. Потому что я самый подозрительный. Потому что. Идеи тебя краснили. Либо тебя должны были убивать. Либо нас айгуй. Но почему-то ни одного из нас не убили. Вообще отстрел был. Короче. Машины вообще никакой. Вижу понятно. Были обозначены два. Вернее такой, если мафия хочет выйти. Были обозначены два красных игрока. Это Рома и Женя. Женю бахнули. Короче смотрите. Может последнее слово. Чуть-чуть. Потому что это критично. Это критично. Смотрите. Есть сейчас за столом игрок, который обозначает темного для всех очевидно красного игрока. Это Рома, да? Он для всех является красным. Он, который круг долго к нему. Соответственно. Как бы это первый признак темной карты. Потом опять же. Меня. Тая. Метаешься. Еще второй аргумент так скажем. В принципе как бы есть люди, которые подозревают Лешу. Я тебе тоже самое могу сказать? Ты в кого? Что знает? Ну три темных игрока. Ну нам надо сейчас проголосовать всем вместе. Вы понимаете это? Вот сейчас кто реально будет голосовать за других людей? Это просто реально мафия. Ну потому что уже вообще не логично. Короче я не знаю. Я голосую за тебя. Я уже запутался и не могу. С кого? Тон. Ну давай не будем игру сливать. В смысле сливать? Однозначно черный игрок сидит. Писи меня. Я себя не дышу. Кроме меня. Ну вы смирные вообще какую-то одну игру выиграют? Ну я наверное надеюсь. Кроме меня я так понимаю в этом Лешу никто голосовать не хочет. Да Леша светлый. Ты уже 10 раз об этом сказали. А ты откуда так однозначно знаешь? Тишина. Ладно все короче. Ребят 10 минут. Общее обсуждение. Даже больше. Ладно. Короче мирные. Поднимаем руки. Айгуль. Кто голосует. Кто сейчас голосовал Леш? Кто голосует против Леши? Два голоса. Три голоса. Против Леши. Против Ниши. Против Леши. Один голос против Ниши. Против Антона. Против Айгуль. Против Таин. Два голоса. И против Рома. Собld discharged. Ребята, просто вы сейчас сольете игру. Я мирный игрок. Я тебе, как ведущий, скажу, если я сейчас опустил руки, победа мафии. Без разницы, в любом случае, тебя нужно скрывать. Если они не опускают руки, победа мафии. Если они не опускают руки, у них есть шанс на победу, если ты будешь мафией. Но я буду мирным. В любом случае, тогда, получается, побеждает мафия. Кто голосовал против Алексея, поднимите руки. Не опускают руки. Никто не опускает руки. Тут все нормально. Ночь, город засыпает. Ночь, город засыпает. Просыпайте мафия, делайте игру. Мафия, просыпайте, делайте игру. Ставьте, ставьте, делайте игру. Не хочу ее послушать. Не хочу. Надежда, вот это whole messu... Я хочу ее слушать. Сейчас утрак. А, живущий. Анечка. У нас все сходное шее… Засыпает, высыпается горь. Передаем. Не старай. Все сразу. У нас. Так последние слова мы только быстро. Миша. Спасибо, Тайм. Антон. Спасибо, Тайм. Миша, проезд стол. А, Леша, проезд стол. Голосуем Мишу. Все. Минус еще один. Дальше ищем второго. Все. Хватит его оставлять уже. Все, пазм. На самом деле, это типичная мафиозная тактика. Долбить, 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 долбить в одном месте. Если вы помните, я за него в прошлом голосовании не голосовал. Я решил прислушаться кайбуль. Не знаю, правильно я с ним. Рома, повторюсь, однозначно красный. Я думаю, в кого пульнуть голос. Все, спасибо. Блин, я не знаю. Ты упорно, короче, горишь против него. Ты понимаешь, что есть команда мирных, которые говорят, блин, чувак, надо убивать там, допустим, того-то, того-то. Ты упорно бьешь в него. Где логика? Ну, против него, во-первых, уже поднимали руки, их опустили. Мы пришли к выводу, что нужно найти другого человека. Ты говоришь, я буду голосовать против него. Я поднял руку тебя именно поэтому. Сейчас я не знаю, я хочу верить, что ты мирный. Блин. Айгуль теперь. Класс, ты мирный, кто Айгуль? Я как бы играл с тобой, чем Айгуль. Спасибо, Антон, Айгуль. Так, товарищи мирные, для меня это Рома и Алексей. Я думаю, сейчас просто вполне очевидно, что Миша темный друг, а второй – это Антон, который мечется, который… Они поднимали руки вдвоем против тебя, как бы тебе склонно доверять. Сейчас просто уносим Мишу. Там уже угадает, скорее всего, укрепляет меня ночью. Поэтому сейчас призываю просто вас, ну, верить в то, что раз, два, два темных игрока. Здесь как бы все очевидно. Мы сносили мафию, мы с Таей, но у нас бывает такое, будучи двумя мирными игроками, мы остаемся друг у друга в Астах. Я сейчас мирный игрок и призываю вас сначала Мишу, потом Антон. Спасибо, Пас. Спасибо, Айгуль. Ты говоришь, что Миша, я еще в нем не уверен до конца, поэтому я предлагаю сначала Антону снести, а потом уже там решим. Спасибо, Рома. У вас общее обсуждение. Три минуты, не больше. Надо просто сейчас решить, что и слушать. Так. Короче, смотрите сюда, ребята. Я к тебе вообще не обращаюсь. Я обращаюсь к Алексею, кроме для меня, вы мирные игроки. Просто понимаете, Миша должна определиться. Мирный, там один, это он. Этот, походу, темный. Так, мы должны голосовать в Таю. Как? Да ты сама металл. Ты до этого сама говорила, таят. Я не сейчас. Я поняла, когда она... Она у меня была просто восстанавливать. Айгуль, ты же сама за нее просила. Ты у меня краснился всего лишь в Плину. Я вообще не к вам обращаюсь. Я обращаюсь сейчас к вам, ребята, Леша и Рома. Просто мы должны определиться, мы три руки должны поднять к одного. В кого? В него, в него. Давайте все. Давай в Мишу. Он более очевидный. Он хочет в Антон. Все, хорошо. Мишу, все, давай. Алло, гараж. Ну, по-моему, мы это уже проходили. Мы готовы голосовать. Ты понимаешь, с кем ты сейчас договорилась? Не надо сейчас брать меня на пункт. Хорошо, я не буду тебя брать на пункт. Кстати, хороший вопрос. Товарищ, хороший вопрос. Для меня сейчас все очевидно. Мне бывает такое, что я начинаю слишком глубоко вкопать. Я не хочу делать такой ошибки. Поэтому сейчас для меня есть однозначно два темных игрока. И Мишу, давайте в Мишу. Все, я готов голосовать. Вы там, что, как обсуждать. Я больше в обсуждении принимать не буду, потому что начну закапывать. Короче, я... Походу, это я и гуля, Леша. Вот она уже и гуляет. Ну ладно, ты задолбал. Не, ну, знаешь, она в шаге, знаешь, она в шаге от триумфа. Ну, и те, что, даже играла. Кринам не было тогда выносить мафию. Пусть будет ей баллы, если она мафия. Ром, 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 послушай меня. Смотри, он горел против нее сначала. Она горела против нее. В итоге ее убили ночью. Она горела, что она сера, она не горела. Ее ночью убили. Ничего. Ничего. А зачем убивать того, за что ты говоришь? Ты понимаешь, его сейчас, допустим, убивают, он мирный. Ночью отстреливают одного мирного. Я мирный. Я тебе расскажу, что там. Это критичный круг опять, е-пара, стык. Ты даже не следишь за игроком. Я же понял, что такое, блин, когда у нас критичный круг уже кончится. Потому что так играет. Тишина за столом. Тишина за столом. У тебя второе предупреждение. Нормально? Ладно. Каждый подумал для себя хорошо, внимательно. Молча. Да, все, посчитал еще разорвать. Кто против Алексея? Против Миши? Против Антона? Против Айгуль? Один голос. Два голоса. Кто голос... Так. Миша, продать встречу? Неужели во жизни чему не учат? Один раз за меня уже голосовали. Скрывайся. Рома, у тебя второе предупреждение. Я все. Кто голосовал против Мишки? Не митя. Кто передумал? Пустите. Миша, открывается. Ладно. Молодцы. Просыпает ночь, город засыпает. Просыпается мафия. Мафия просыпается, делается ворота. Мафия сделал свой выбор, мафия засыпает. Просыпается город. Без Леши. Нирно. Само собой. Последнее слово. Честно? Само собой, я не удивлен. Три минуты общего, сразу. Я не знаю, я не вижу вообще смысла в обсуждении. Ты готов голосовать? Все, голосуем. А я вижу смысл в обсуждении. Понятно. Ты так долго меня не прошла. Если я верный, остается один на один, ну что? Ты уверен, не думал, что это критический круг? Все, похуй. Ты подумай вот еще раз. Я подумал, я на тебя с самого начала думал. Ну, если она окажется мафией, то ну ладно, хорошо сыграл. Победа, мир, дождь. Субтитры сделал DimaTorzok